Всем еще раз привет друзья, начинается вторая игра, ставим на ггбет, на турнир ггбет дота 2 батл, наконец-то, продолжается Йолу Найт против Трэбл Мейкерс, вторая игра, первую карту забрали Йолу Найт в затяжной борьбе, но честно говоря без каких-либо шансов для Трэбл Мейкерс, ну, по крайней мере в конце, ох, тренд протектов и фантом лансер для Трэбл Мейкерс, с другой стороны Йолу Найт забирают Феникса, и забанили Сайленсера, Вивера и Некрофоса, с другой стороны Трэбл Мейкерс забанили Энчантрас, Винтер Верну и Брудмазер, интересные баны, да и драфты тоже, надеюсь, будут весьма-весьма интересны, Тинни в пике для Йолу Найт, герой метовый, популярный и на прошлой карте он реализовался, в принципе, неплохо, будем надеяться, что в этом матче он будет так же хорош, как и в прошлом, Будем следить за противостоянием, Трэбл Мейкерс сейчас не забирают Спектру, взяли Фантом Лансера, более понадежного героя, надеюсь, у них с этим персонажем что-то да получится Так, Урса в бане от Йолу Найт, это, возможно, просто респект бан для Фейс Дриггера, просто, чтобы не бегал вновь на второй минуте второго уровня в центр и не покупал Даггер БКБ на сороковой Почему на этих Т-миллионных Туриках всегда такие долгие паузы? Ну, потому что коллективы собираются после матча, им нужно тоже отдохнуть, поскольку игра была весьма затяжной И, ну, как бы, я действительно бы отдохнул после такого насыщенного матча Ну, у нас там была немного паузы, там игроки попросили из Йолу Найт немного подзадержать начало игры Ну, а мы уже в эфире, у вас там есть еще небольшая задержка И мы продолжаем смотреть за банами Бэтрайдер в бане от Йолу Найт Кстати, интересный бан Давно я Бэтрайдера не видел ни в пиках, ни в банах Но, возможно, это интересно Думаю, покажет команда Йолу Найт нам какой-то перформанс в этой игре Интересно, что же у них будет на следующих пиках Пока Фантом Лансера нужно чем-то перекрывать Запанили с пик Тру Может быть, даже какой-то Террор Блейд был бы неплох для Йолу Найт Против того же Фантом Лансера Но против Тренд Протектора неприятно Но с этим можно что-то придумать Вот Трабл Мейкерс ждут следующего драфа пика Хм, я вот просто задумался о том, что они могут сейчас выбрать Надеюсь, это будет какой-то сильный корт-персонаж А хотя можно купить 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 какого-то саппорта Вот так Но раньше, если еще здесь есть какие-то олдфаги, любители первой доты То всем давали по 200 монет И ты покупал персонажа Вот И, соответственно, когда ты рандомил, то Ох там То, когда ты рандомил, ты просто не тратил ничего по факту Ну и так эта тенденция переросла во вторую доту Но как бы теперь ты не покупаешь героя А просто выбираешь Теперь мы-то уже свободные люди Можем ни за что не платить в доте Разве что за предметы Винджерфул Спирит в пике Трабл Мейкерс В теории Тинни может ее просто прыгать и щелкать Просто прыжок, щелк и минус Делать киллы Вот так Йолл Найт задумались о выборе следующего персонажа Кстати, Трабл Мейкерс потратили уже 40 секунд дополнительного времени Вот Йолл Найт только сейчас начинает его тратить Нужно забирать Сильного персонажа Возможно, Бен был бы неплох На саппорт позицию Либо же открыть какого-то кор-героя Кроме Тинни, который пойдет в оффлайн Скорее всего с Фениксом ДК волнует, что им там нужно Вон Квалан Мажор без каких-то долгих палмс А там уже неженкий А тут прям неженкий ТТУ игроки О, Ондайнга забрали Ну не знаю На самом деле любой игрок может Отойти и попросить паузу Да, Мажор это как бы Один уровень и тебе нужно всегда Не знаю, следить И играть без остановки Но тут как бы коллектив Сыграв 50-минутный матч Могут отойти на паузу Мы за это их не виним Да и у вас возможно тоже были Какие-то Какое-то время, дабы поставить на ГГБ Поэтому почему бы и нет Йолл Найт с Андайенгом Да, вот как раз таки я говорил Что нужно брать сильного персонажа Я предложил Бейна Они отказались и взяли Андайенга Ну как знаете парни Я плохого не посоветую Траблмейкерс забирают в рейс Кинга Не знаю, герою Чуть-чуть подфиксили Но актуально свою не потерял Йолл Найт забирает Манки Кинга Манки Кинг неплохо Манки Кинг нормально Пугна в исполнении Траблмейкерс Забадили они ее В принципе грамотное решение Поскольку Йолл Найт Могли бы просто переехать За примерно 20 минут И как бы шансов не оставить Не Йолл Найтом Точнее Траблмейкерсом О, какой тут лебедь полетел Красиво Так, Йолл Найт Задумались над баном Следующего персонажа Траблмейкерсом нужно Пикать героя в центр Я надеюсь забанят Инвокера Вот я Не то чтобы это сильный персонаж Чтобы Траблмейкерс его взяли И выиграли с ним А просто герой мне не нравится Не знаю, его Он очень переоценен Но забалили Темплар Ассасин И Йолл Найт забирают Последний О, Йолл Найт забирают Инвокера Ну вот пускай Йолл Найт С Инвокером и играют А вот Траблмейкерс могут забрать Что-то посильнее Плюс у них есть Фантом Нансер и Рейс Кинг Два кургероя Весьма сильных И сейчас можно брать Какого-то сильного Дэмэдж дилера В плане магическом Допустим Шторм Спирит смотрелся бы Не так плохо И вот Шторм Потенциально Может что-то сделать 10 секунд Обычного времени Плюс дополнительного Минута 13 Для команды Траблмейкерс Первая группа Спросили на английском Ответили на русском Первый гейм Гоинту Йолл Найт Йолл Найт Виктори Первый гейм Мой английский Великолепен Поэтому можно даже Не рохлить Траблмейкерс Задумались над выбором Центральной позиции Центрального персонажа В принципе это и логично Поскольку забанили Темплар Ассасин Хотя Не уверены Что бы они сильно Хотели ее взять Но с другой стороны Шторм Еще не в бане Да и не будет По крайней мере На этой карте Я бы забрал Честно говоря Шторм Спирита И не переживал бы Хотя Клинкс Еще есть Вот Клинкс Действительно неплох Он убивает Инвокера Манки Кинга Ондайн Тамбу ломай Да и лицо в целом Кенни Феникс Клинкс Вот Клинкс Действительно здесь Идеально смотрится Траблмейкерс Клинкс Кто лучший аналитик Я как бы Не знаю Ни на что не намекаю Но можете подписаться На мой инстаграм Коллапс дота Пообщаемся Вот Ну и заходите на Ясм зону Смотрите Турнирную сетку Да и играйте На сайте Легкие деньги Почему бы и нет Мы видим Пик Двух коллективов Мне нравится Пик Клинкса Для траблмейкерс Но посмотрим На его реализацию Инвокер Я думаю У инвокера будут Большие проблемы Да будет играть Он через сквас векс Скорее всего И Не знаю Мне Лично мне не импонирует Инвокер в данной мете Именно через сквас векс Прокачку Да он много наносит Урона в начале игры Плюс потенциально Переходит на какие-то линии Помогает И не фармит Там с металлсом Какой-то агоним 20 минут Афарма Но посмотрим Посмотрим Все равно интересно У нас там Забавное число Злителей 666 Вот А мы Будем Делать Небольшой переход И приступать К матчу Делай ставки На GGBet Лучшие кибердисциплины Пополняй популярными Платежными методами Крутые мини-игры Круглосуточная поддержка По любым обращениям Игроков Регистрируйся Уже сейчас GGBet Лучшие ставки На киберспорт Ну вот, друзья Вот мы и в игре Поставим конфиг Чтобы у нас была Такая красивая карта В чате Вопросов я Как-то кого-то не наблюдаю Поэтому Если у вас есть Любые вопросы Можете задавать их Смело Я буду отвечать на все Благо Я это могу Так Я жду Жду матч Пока стоит пауза Поставили ее Кто ее поставил? Трэблмейкерс Или Йолу Найт Поставил Трэблмейкерс Гоу Сразу же игра возобновляется И мы будем Будем смотреть за матчем Хорошо Не знаю Я вот Смотрю за всеми противостояниями У нас на ГГБ Дота 2 Баттл Было Сколько сыграно серии Сейчас я посчитаю Четыре Вот это пятая серия И все они заканчивались Со счетом 2-0 Я надеюсь Что сейчас Мы сломаем эту Такую небольшую традицию Если это можно так сказать И матч Сейчас будет 2-1 Курьер В соло побежал Манки Кинг Превратился в курочку И бегает В острике Хочет забрать Курьера Скорее всего Но находится он Весьма защищенно Ну и Не заберет он его Хотя Куда он там побежал А он сместился обратно Манки Кинг Будет Саппортом Насколько я понимаю Таким роумером А вот А он внизу будет стоять С Манки Кингом Тьфу Сандайм Сейчас бы Манки Кинг С Манки Кингом Постоял Хотя они могут Могут Так Кандайм 4 Манго В сквачках 3 У него в запасе есть Такс Будут ли какие-то драки Здесь Фантом Лансер Будет воровать Фразерскую Баунти Руну Здесь Тренд Не боится Тини 4 Баунти Руны Достается команде Трабл Мейкерс Отличное начало Нужно продолжать В таком духе Фантом Лансер Взял себе Спирит Лэнс Ну здесь Станов больше нет Поэтому Можно использовать Манго и улететь Наверх А уже Маны и так хватает Но кстати Фантом Лансеру Сейчас будут перекрывать Путь игроки Йоло Найт Вот смотри Фантом Лансер Вот только сейчас Телепортируется вверх Как раз таки Подходят крипы Благо это хорошо Вот Фантом Лансер Должен набирать обороты Если он получит Должное количество Фарма Он сможет В одиночку Справляться с оппонентом Тинни уже С деревом Соревнуется Против фантом Лансера Это Рент Протектора Манки Кинг Пармит Но ему С одной стороны Тяжело будет стоять Поскольку Два стана У Трабл Мейкерс С другой стороны В Райс Кинг На котором он может Стакать Джингу Мастери И побеждать На данной линии Феникса уже пробили Кстати Неплохо Залетает еще один Спирит Лэйс Хорошо Семечка пошла Тренд Протектора И это будет Ферст Блат Для команды Трабл Мейкерс Отлично сыграно Ферст Блат Хэнксон Хэв фан Сказал вам ГБН За что мы его И благодарим Если бы не Гейб Ньюгл То не было бы Доты И мы не смотрели бы За таким противостоянием Таких Интереснейших команд Я надеюсь Такая тенденция будет И дальше и дальше И Дота Дота будет постепенно Подыматься вверх А не падать вниз Что это за турнир И какой призовой фонд Турнир ГГБет Дота 2 Баттл При Спонсорстве ГГБет И Все это дело Делает ЕСМ Зон ЕСМ Ван В общем-то Весь ЕСМ Вот С вами коллапс Я его комментирую Призовой фонд Три с половиной Тысячи долларов И Это Очень хорошо Тренд протектор Много урона Прямо вылетает Или Отхиливаться На вещь сидя Ой Залетает Дерево По дереву Как бы дерево не погибает Но другое погибло Хорошо Тренд протектор выживает Нужно отступать на базу Восстанавливать ХП Да и ману тоже Ничего нет уже У тренд протектора Ну Ферсблат Достается Команде Травлмейкерс Поэтому Все кто на него Поставили Могут ликовать И Купаться в деньгах Так Я вот смотрю на Ондайнга Он второго уровня Скоро будет третий У Манкикинга Такая же Ситуация Ну вот Ондайнг Пока Силен В качестве Саппорта Пятой позиции Настакивает Настакивает Много дикеев Ну и вот Пошел выход По ондайнгу Хотел использовать Солрип Использует Отлично И все Его не забрать Здесь Потенциально Манкикинг Может еще и убить Этого Варискинга С Веншфул Спирит При должном уровне Например Там Седьмом Или даже раньше На пятом Например Тоже было бы неплохо Хотя и на четвертом В целом Но там уже будет Тяжеловато Так Пока Деварди Друг другом Сентиварды Коллективы Здесь Веншфул Спирит Находит Руны Иллюзии Будет Выходить На Манкикинг Либо же На Андайенг Андайенг Отступает Манкикинг Тоже бежит В сторону Своей вышки Надо бы стоять Поаккуратнее Вверху Тут Драка Тинни Дерется С тренд протектором Очень много урона С руки Тинни выдает Ну и Отступать Теперь нужно Команде Травлмейкерс Ведь очень тяжело Здесь Подраться Против Феникса Тинни Много Маги Много Физики Как бы Не хватит Им пока что Выживаемости Таковой Вот Фантоматер Уже Использовал Хилинг Селф В центре Клинкс Пятого уровня Инвокер Пока четвертым Но скоро Догонит По уровню Но опять Таки По Крепстату Да Плов Лидирует Пока И кстати Плов в прошлой игре Играл на спектре Сейчас на Клинксе Немного Свапнулись Ролями Игроки Траблмейкерс Что тоже Интересно Возможно Тогда Свои Какие-то Плоды Ну вот Пошел ЕМП Много Мана Выжигает У Клинкса Плюс Урона Тоже Немалое Количество По нему Было Внесено Тренд Уже Второго Уровня Наконец-то Получает Инвиз Будет Получать Спрейс Фантом Ланцер В дальнейшем Я вчера Помню Клинкс Просто В соло Для команды Мангабай Против Виги Складрон Затащил Игру И я надеюсь В этой игре Будет такая же Участь В исполнении Клинкса В Рейскинг Закидывает Стана Ну вот Теперь имеет Смысл Стан Максить А не Криты Поскольку Стан Пофиксили И Теперь Только на Четвертом Уровне Он дает Две секунды Стана А не Как это было Ранее На первом Тренд Протектор Погибает На верхней Линии Внизу Венш Фол Спирит Тоже Должна Отправиться В Товерну Нет Пока Станет Манки Кинга Да Погибает Фейсдриллер Будет Добивать Тамбул Ай-яй-яй Фейсдриллер Не доиграл В этом Игровом Моменте Название То местами Нужно Менять В смысле А Ну как бы Да И Я думаю Я сейчас Даже смогу Это поправить Благо У меня есть Такая Возможность Так Это Не очень-то Все так Долго Происходит И вот Я думаю Что сейчас Я Смогу Ну вот Все хорошо Так Да Так Феникс Третьего уровня Фантом лазер Бежит В сторону Саэтыни Так Кстати Здесь Андайни Дерется С рейндж Бул Спирит Какой же Он плотный Все таки 1100 Здоровья Плюс 4 стика Зачем Пикать Леорика Если его Порезали В хлам Но все равно Думает Что герой Не потерял Свои Актуальности К тому же Скелетов Ему Не пофиксили Только Стан Но Стан Пофиксили Очень Сильно Плюс Вампири Вампири Кавра Теперь не работает На рейндж героев Ну и Реинкарнацию Не тронули Вот как раз таки Скелет Реинкарнация Это то что Нужно было бы Еще пофиксить Но пока Участи Досталось Фиксу Только первых Две способности Надеюсь В дальнейшем Пофиксят И ульту С критами Что тоже важно Инвокер Шестого уровня Клинкс Что у него там Седьмой Уже использует Ультимейт Побежал вниз Нужно Пытаться забирать Андайлинга Благо Есть два стана Вверху тоже Происходит Какая-то драка Тантуманцер Дерется Не дублигангер Но здесь Нет ни Эваленша Но толстым Разве что Может подкинуть Тренд протектора Много урона Влетает Тинни Пытается убегать Там внизу Тоже драка Проходит Забирают Тамбу Да Клинкс Благо Клинксу Это очень Очень легко Сделать Под стрейфом Стразу же Телепортация Последовала вниз Подфармил Тамбу Так неплохо И ушел Центр Продолжать Гнобить Инвокера Оооо Минус Минус мана Минус вся мана При помощи ЕМП Сразу же нажимает Солринг Дабы фармить Вот Инвокеру Как же мы будем От этих стрел Посмотрите на этого Клинкса Не знаю Клинкс сейчас Наверное единственный Герой Которому можно Быстро подавать ММР Надеюсь Люди будут Пользоваться Таким Персонажем Дабы поднимать Свой рейтинг Надеюсь И я Смогу Так Манкинга Подстанил Но Сулрип хорошо сработал Много здоровья восстановил Там на верхней линии Фантом лансер Эвалендж пошел Но благо есть Доплигангер Тренд протектор закидывает его ближе К своему Фениксу Но тренд тоже плотный герой К тому же под Лич Сидом регенерация была неплохая Но, но два Две способности Которые наносят периодический урон Сдожигают тренд протектора Как ты думаешь, кто выиграет? Я думаю, победит все-таки команда Йоло Найт Но, с другой стороны, мне больше нравится Пик Траблмейкерс Поэтому, трудно что-то сказать Все будет зависеть только от исполнения Если судить по пику, то я дам предпочтение Команде Траблмейкерс Так, ну посмотрим Я просто вот, у нас есть тенденция 2-0 на ГГБ Дота 2 Баттл И как бы, я думаю, что она заканчиваться Не хочет Поэтому, думаю, 2-0 все-таки для Йоло Найт Но, опять-таки, пик Вот здесь, вот я прям Кайфую, когда я его вижу Тинни Тинни нужно забирать Нужно забирать Тинни Но уже нет ни Фантома Раша Ни Фантом Лейс Поэтому Тинни будет выживать 2-0 будет опять Они не реализуют бойника Плюс Леорикс Слабый герой Аура только на милишников работает Да, тоже верно Кстати, тренд протектор забирает Забирать Тинни Хорошо сыграно И Феникс тоже подправляется в таверну Много урона от Фантом Лансера Влетело Ай-яй-яй-яй Еще и Клингсейл сбивается Но Благо есть Доппель Гараж Доппель Гангер Доппель Гараж Но новая способность Фантом Лансера Ты когда бежишь на кого-то У тебя иллюзия Дополнительная появляется Было бы неплохо То, что порезали стал Не знаю, что он юз Первый спелл Только в начале слабый Ну, в начале так-то да Но, опять-таки, я же повторюсь Квиты и ультимейт Ему не пофиксили Поэтому герой, думаю Не потеряет своей травли Да и к тому же Вот лично Ну, еще и атрибуты Ему ничего там с ними не сделали Поэтому Герой до сих пор Остается сильным Но Как только ему пофиксят Атрибуты Ультимейт Талант На 20-ом уровне То У Варискинга Будут большие проблемы В Митте Кстати, Андайнга заберут Андайнг погибает Феникс без укороздайва Феникса нужно забирать Будет стан Стан нужно будет использовать Именно по Фениксу Оно пока фокусируется по Тине Но Клинкс Благо Клинкс уже подбегает Клинкс нарезает Тине Как же много Бом Много урона Влетает по Тине И последний удар Клинкс Отлично сыграна Плов Даблкил Даблкил Инвокер Смещается У него двойной урон Так Пошел Торнадо По Врейскингу Врейскинг Стики Плюс Рендропы Хорошо Стан Ах, тут Вард стоит Клинкс 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 Хорошо Триплкил Для Плов Отлично Сыграно Как же Хорошо Сейчас Выполнил Клинкс В этом моменте Сместился вовремя На нижнюю линию И помог своим союзникам Оформить Триплкил Манки Кинг Как же много Здесь урона У Тренд Протектора Влетает по Макаке Манки Кинг Манки Кинг Килица живет Килица живет И выживает И забирает В ответ Тренд Протектора Хорошо Сыграно В исполнении Манки Кинга Самоуверенно Сыграл Мне нравится Этот парень Хладнокровный Идеальное Исполнение Что от Клинкса Что от Манки Кинга Действительно Круто Так Фантом Лансер Восьмого Левела Эх Ну не знаю В Растинг пока без Ринкарнации За спиной Не остается Тренд Протектор Ну мы видели Как Тренд Он носит Соло Миллион урона К Манки Кингу Не знаю Вдруг Тут подставлялся Как-то подвышку Я не заметил Этого момента Инвокер Инвокер Бежит Использует Даст По Тренд Протектору Тренд там Можно забирать Да Тренд я думаю Отправится в таверну Уж очень много урона Да и к тому же Режиму Мастри Достаггал себе Манки Кинг Его берут Ради ультимейта С Аганимом По большей части Но и основные Бонусы тоже В расчет А сейчас его Подмеркли Да я Мне нравится то Что вы можете Адекватно Дискутировать Друг с другом Что каждый Доводит Какие-то Адекватные Аргументы И вот сейчас Мне нравится То как вы Коммуницируете Друг с другом Поэтому друзья Я очень рад Что вы такие Хорошие у меня Эй Погибает Погибает Феникс Без Икарсдайва Он был Поэтому Клинксу Не очень-то И трудно было С ним расправиться Клинкс пока Набирает обороты Фармим Уже Летит к нему Первый Митрилхаммер Будет первым Артефактом Выходить В Дезолятор Вверх Выход на Инвокера Ой точнее Выход от Инвокера С Манки Кингом На Врейс Кинга Врейс Кинга Нужно забирать Ультимат пошел У Тренд Протектора Но это не поможет Сюда уже смещается Веншфул Спирит У той нет Свапа К сожалению Ой-ой-ой Ой-ой-ой Как же много урона Летает по Инвокеру Да Долетает Последний удар Род Клинкса Он даже был Без ультимативной Способности Но Пошел дальше Фокус По Манки Кингу Нет Три Прыжка Ай-3 Дэнс В кулдауне Пока что Еще Еще сбивает Было там У него Возможность Прыгнуть Но Веншфул Спирит Это дело Иннигилировало Пусть Траблы Выигрывают Посмотрим Посмотрим Ну вот 10 на 10 счет Первых 10 фрагов Досталось Команде Трабл Мейкерс Как бы Все кто поставили Ставочку Поздравляю Она у вас Зашла Феникс Феникс Шестого уровня Хочет покупать Книгу Кстати Есть ли она Вот что еще Интересное Я как-то не посмотрел На это Может он Дайн Купил Ой-ой-ой Пошел Пошел Клинкс Нарезать По Тинни Кутини Должен погибать Да Тинни Очень много Ровно по нему Заходит И еще Ван Дайн Перефокусировка Пошла Хорошо Даблкил Вновь для плова 7-0-1 Сейчас Клинкс Это единственное Такое Опасное Опасное оружие В лице Команды Траблмейкерс И вот Действительно Этот Клинкс Может состоять Проблем Команди Yellow Knight Monkey King Десятого Левела Меллшторм Должен появляться Совсем скоро Благо он работает Ультимативные способности И еще Оформляет Восьмое Убийство Для себя Тринадцатого Уровня Скоро еще Дезолятор Появится Господи Как же Этот Клинкс Сейчас Оформляет Спейс Для своей команды Вот у него Из тринадцати убийств Поучаствованных В девяти В девяти Так Давайте посмотрим На графике По общей ценности Кстати Нам нужно Переключиться На Нетворс Как-то я Прощелкал Этот момент Ну там В принципе Все было понятно Клинкс Клинкс На первой строчке Выживает Благодаря Тринадцатого Тринадцатого Как много урона Минус пять В исполнении Траблмейкерс Какое же Четкое Исполнение Мой предикт Мой предикт Я смотрю на Клинкса Я понимаю Что он сможет Выиграть эту игру И я буду верить В этого парня Он только что При помощи своей команды Оформил Минус пять Минус пять Как же это было красиво И графики Все ниже и ниже Падают В пользу команды Йолонайт Точнее Траблмейкерс Прошу прощения И опыт уже Шесть тысяч По нему Инвизники Не контрятся Тут просто Клинкс Не контрится Я не знаю Этот герой Очень силен К тому же Еще Исполнение Плов на нем Просто феноменальное Уж очень мне нравится Исполнение коллективов Просто смотрю И наслаждаюсь Это вам не Куала Мейджор На которой Все скучно И неинтересно И очевидно Но вот тут Прям Прям круто Так Тренд протектора Можно забирать Палкой не попадая Тренд использует Ультимейт Там надо по нему Пошло Но он погибнет Да Ну это такое Убийство Тренд протектора Не супер критично Так Врейскинг Врейскинг Есть ультимативная способность Но дизарм Пошел по Врейскингу И Клинксу Не смогут они Разрушить Супернову Врейскинга Можно забирать У него не будет реинкарнации Стикинг потратил Хорошо Забрали первый раз Врейскинга Бэйбэк пошел От тренд протектора Клинкс На развороте Пошел убить Пошел убивать Феникса Феникс погибает Манкикинг Раскостовывает ультимейт Можно забирать Врейскинга Вновь Он будет без ультимейта И Успевает выбежать Из ультимейта Но он попадает На торнадо И отправляется В таверну Эх Ёл Пока огрызаются И причем неплохо Точнее 20 урона Вот Тинни Фантомланцер Гонит дальше инворкера У него не было Невидимости Так Ну драка закончилась Надеюсь Игроки успокоятся Клинкс Прижал дальше 13-02 У Клинкса счет Так Тренд Его тут Тинни пытался убивать Но не хватило урона Клинкс Много урона Влетает по Тинни Тинни погибает Хорошо Просто Клинкс Вот сейчас Действительно Выглядит Очень опасно Просто устрашающе Так Но в данной игре Довольно много Это скорее всего Про Инвизников Ну это там Еще Манки Кинг Потенциально купит Какой-то Шедоу Блейд Посмотрим Здесь Любят Фантоманцеры Тоже покупать Шедоу Блейд Селивередж К тому же Против Манки Кинг Дабы тот Не настакивал Джунгу Мастери Тоже было бы Неплохо Врейс Кинг У него нет Реинкарнации К сожалению А как он Только что Прокрутился В ритме Не знаю Танка Просто Крутанулся Из Погиб Но Клинкс Забирает Блага Инбокера Хорошо Врейс Супернова Ставится Венчфул Спирит Пробежал Ее разрушать Но К сожалению Венчфул Спирит Это не Клинкс Который при помощи Стрейфа Просто разносит Супернову За секунду Там хоть Аганим Плюс талант Все равно не поможет Клинкс Уж очень быстро бьет Ну и вот теперь Треблмейкер Сыграет с тренд протектором У него Функции Схожи С прошлой картой Какое четкое исполнение Не понял Я о чем ты Не знаю Возможно В теме у Клинкс Что хорошо исполняет Кстати Погибает Феникс Погибает Феникс И достается убийство Фантом Лансеру Которого есть Худ Плюс Диффужил Блейд И 1700 золота сверху Хорошо 14 уровень Кстати погибает Тренд протектор Вышли на него Весьма агрессивно Тини вместе с инвокером Как же они хорошо Даются не придраться Ну матч интересный Матч интересный Агрессивные команды Все дерутся 19 на 25 счет Вот когда может быть На каком турнире Кроме как на ГКБ дота 2 батл Может произойти это На 22 минуте Я не знаю Как бы все смотрят Как бы все смотрят Куала мейджор на которой Все фармят Алхимики Вот это вот Фарм 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 Но вот здесь вот это Драки Экшен Интересно Венш Веншфол спирит 11 уровень Хотелось бы конечно Даже и до 12 Дабы свап был еще Длиннее Пока Девардит Но ее сентри Сломают Сломают здесь Боится заходить на Хайграунд Понимают Что там может быть Опасность В лице Манкикинга Инвокера Так Ну вот Фантом Лансер Будет следующим Артефактом Выходить в Тараску Не знаю Насколько Тараска Здесь поможет Поскольку Манта Стайл Был бы Неплох Да и БКБ Скоро Нужно будет Покупать Очень много Магического Урона Команды Йелло Найт Ну посмотрим Как будет Справляться С этим Коллективом Кому интересно Посмотреть На турнировую Сетку Пожалуйста Заходите На ESM Зон Смотрите Не забывайте Там проходят Турниры Это Турнировая Платформа Почему Не придраться Против Двух Инвизов 0 центрей Ну Как бы Да Но С другой Стороны А кстати Здесь пошел Врыв По Тренд протектору Но благо Он выживает Отступает Уже на Более безопасную Для себя Позицию Фейсдрилер Пока без Ультимейта У него не хватает Мана Переключил Ботинок На интеллект И Мана Появляется Но Не сможет Использовать Стан Маны Тупо не хватит Фантом лацер Фантом лацер Агрессивно бежит Дальше Стан Влетает В рейс кинг Использует Цветыню Подхилит Своих союзников Ой Манки кинг Раскастовывается Запрыгивает Так Минус Манш Пол спирит Ультимейт Минус Реинкарнация От Манки кинга Кстати Погибать должен Феникс У него Очень много Очень мало Возможности Для выживаемого Запрыгивает По клинксу Клинкса Пытается Забрать И не хватает Ему фокуса Ой Инвокер Инвокер Нужно забирать Инвокер Буквально Два удара Родная дорогая Невидимость Инвокера Не контрится Шиву Будет делать Инвокер Хм Интересный Выбор Данного Предмета После Мидаса И урны Кстати Итембилд У инвокера Идентичный С прошлым матчем В плане Урны Плюс Мидаса Следующий Артефакт Конечно Для меня Непонятен Как бы Шива Ну ладно Посмотрим Йолу Знают Обо всем Просто Не хотят Ну не знаю Посмотрим Все равно Клинкс Пока Неудержим Его Трудно Остановить Как-то Просто 21 уровень Скоро Ой Просто Уничтожает Кстати Клинксу тоже Немного Поменяли Таланты На 20 уровне Стало Плюс 16 хп Регена А было А так Не поменяли Если я не ошибаюсь Конечно Ну вроде как Было меньше Регенерации Хп И на 25 3 секунды Стрейфа Вместо 4 Так Ну тени пока На 5 строчке По общей ценности Пока не выделяется Тени на этой карте Манкикинг Раскастовал Ультимейт Ни по кому Не попадает Им Фантонацир Есть доппельгангер Хорошо Убегает Курьер Дайер Погибает Тенин Нужно забирать Клинкс Станстреливает По нему Со спины Ай-яй-яй Выживает Выживает Пока что Тенин Его там Подхилили Немного Санрейм Этого хватило Тамбу ломают Но как бы А яйцо А яйцо не хотят Даже тамбу не сломали И тамбат До сих пор стоит Боже ты мой Но все равно Фантонацир С иллюзиями Забирает ее Погибает своего Феникс В размен на Тренд протектора Клинкс Под блэкинбаром Настреливает По Манкикингу Манкикинг С Алибардой Но Не хватит Двадцать пятый Двадцать пятый уровень Максимальный доте Да Ну как бы Не знаю Возможно ты просто Дот не играешь Не знаешь Поэтому Если у тебя есть Какие-то еще вопросы Интересуйся Задавай Я сразу Буду отвечать на все Надеюсь Ты будешь играть в доту Станешь Следующим победителем Интернешнл Все возможно Главное Желание И стремление А там все получится Футум лансер Скоро тараска Первый обливиум Виталити бустер Первый уже есть В принципе Четыре золота Сверху тоже Там буквально Каких-то лишних Двести монет Дофармить Вот тебе и тараска Так Ну Клинкс пока смещается На базу Появляется у него орхид Хорошо Теперь можно Затыкать инвокера У которого нет Ньюла Ничего Следующим артефактом Инвокер хочет Приобрести себе Спирит весел Есть ли кстати У него нет Ему нужен еще Виталити бустер Фантом лансер Когда тараска Тараска по золту Уже хватает на нее Монкин кинг Прыгает пока По деревьям Ой Станк по нему полетел Он уже очень далеко Отпрыгнул Заберут Здесь Он успел использовать Тамбул К тому же поставил ее На хайграунд И очень некомфортно Будет ее разрушать Венчфол спирит Догорает Дальше Фокус по фантом лансеру Его находят Поскольку он у него Висел Ливен армор Инвокер Так Пошел Фокус по матке кингу У нас стоит Супернова Застанет всех Всех героев Команды Траблмейкер Но допельгангер Благо хорошо Использует Фантом лансер Можно забрать Инвокера И матки кинг Тоже отправляется В таверну Трипл кит Для плов И три героя Без выкупа Находятся у команды Йолу Найт И Феникса Тоже можно забирать У него нету Кэрус Дайва Да и он тоже Отправляться в таверну Будет Да это Тим Вайп В исполнении Траблмейкерс Хорошо Да Так Давайте посмотрим Файт Рекап Тысячу золота Получает для себя Клинкс По опыту Ух как же много Опыта для него Прилетело только что Мне кажется Или просто Им в пятером Запраться и запушить Или такая Тактика в доте Не работает К сожалению Нет Сейчас Мета такова Что Было плюс 20 Каперегенам А Спасибо Точно Вспомнил Мета такова Что даже С десятитысячным Преимуществом По золоту Ты не сможешь Зайти на хайграунд Поскольку Вот как то так Знаешь Просто Не хватает Урона По вышкам Да и к тому же Если бы Враги просто Стали бы АФК То в принципе Можно было бы сломать Ну а так Когда Обороняют То К сожалению Зайти очень Очень тяжело Какое бы преимущество У тебя не было Ну и с другой стороны Все от фражеских героев Зависит Если здесь Клинг зайдет на хайграунд Разве что Под блокенбаром Сможет что-то сделать И то там Манки Кинг Поставит ультимейт И все Ну там Инвокер Феникс Сандайен Ктини Как бы Все магия Все контролирует Здесь этим тоже Нужно что-то делать Инвокер Видит Венч Фул Спирит Она понимает Что инвокер Где-то рядом Стан Использует Так Пытается убегать Будет слапать Тренд протектора Скорее всего Нет Тренд Ультимейт Пошел Да Но здесь Торнадо Торнадо Но Венч Фул Спирит Пытается бежать Какая же она Медленно Под этими зомби Но все равно Убегает Какой счет Пока Там 1-0 Пока В пользу Йолу Найт Побежал Фейс Дриллер Но Тяжело это назвать Бегом Поскольку Мув Спид 250 Не очень Это и хорошо Клинкс Клинкс уже С Блаторном 23-04 Счет У этого Клинкса Господи Как же он душит Просто ни одной смерти Но За его убийство Столько Деньжич Прилетит К команде Йолу Найт Так Андайна На телепортацию Отступает Яйцо Пошло Его пытается Разрушить Фантум Лансер Но Станут Манхетинга Идеальны Но И гида Благо есть У Пэлла Фантум Лансер Пока На Добель Гангере Убегает Но Посадили его На Торнадо Ну Первый раз Погибает Пэл Клинкс У него есть Еще Блэкинг Бар Фантум Лансер Возродился После Егиды Тренд Тренд погибает Манхетинга Прыгает По деревьям Хочет запрыгнуть По Веншфол Спирит Да Но здесь Добель Гангер Идеально сработал И сломал деревья На которых сидел Манхетинга Тинни 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 Тоже Отправляются в таверну Два героя погибают Без Байбека Инвокер Безогонима Ему защищаться Будет очень тяжело Это вторая карта На первой Победили Йола Найт Все идет Пока что К тому Что Будет счет 1-1 По крайней мере Хочется в это верить Феникс Запрыгивает Использует Мидас Хорошо Фантумантер Вместе с Клинксом Заберут Т2 вышку Опять таки Идеально Доппельгангером Ивейдит Свои Ивейдит Способности Оппонентов Этот самый Фантомлантер Мне очень нравится Исполнение Команды Траблмейкерс Я просто смотрю И наслаждаюсь Их матчем Они вот в этой В этой игре Не показывают Своё мастерство Поскольку Это нижняя сетка Это уже нижняя сетка Напоминаю Турнир проходит По системе Дабл Иллюминейшн И как бы Команда Которая сейчас Проигрывает Покидают турнир И ничего Не зарабатывает А призовый фонд Три с половиной тысячи долларов Который разделяется В две тысячи Первое место Второе место Тысяча долларов И третье Четвертое По 250 2 0 будет опять И не реализует Бойника Плюс Леорик Слабый герой Аура Тут работает Только на милишников Ты как бы Уже от ауры По сути Не очень-то и решает Такой Я бы не сказал Что вот сейчас Все зависит Только от ауры Брэйскинга Да Ну мы будем смотреть Дальше Все таки Манки Кинг Сейчас будет Отправляться В таверну Пока Погибает Но у меня там Опять спойлер И это Весьма забавно В угле Так Феникс Наискарус Дальше Подпрыгнул Тренд протектора Нужно Фокусировать Его нужно Забирать Та еще Метеор Хаммер Метеор Почему Хаммер Просто Метеор Польдел Как можно ВК Называть Славым Если Скелеты Уильт Его давно Это главное Что у него Есть А не аура Смогут ли Вторую карту Камбэк Чела Найт Ммм Всегда Есть Шанс Скажем Так Но Смогут ли Они Воспользоваться Посмотрим Но пока Очень Тяжело Погибает В мгновение Андайн Нужно Выкупаться Лететь На Оборону Союзников Инвокер Спустит Гвост Феник Запрыгивает Да Вот Андайн Выкупается Телепортация Есть Но нет Там Бы Ох Тут Какой Крипчанский Полетел По Врейс Кингу Просто Напугал Своим Этот крип Врейс Кинга Побил И За Клингсом Побежал Еще и Крипово Встретился Сейчас Соло Их Развалит Но Погиб Скорее Погиб Крип Так Ну Врейс Кинг Следующим Артефактом Будет Покупать Блэкин Бар И Вот Вот Бетерфляй Появляется На Фантом Ланцере Теперь Урона У него Невероятное Количество Плюс 3000 Здоровья Уж Очень Хорошо Себя Показывает На Этой Карте Фантом Ланцер Тут Пошло Неведование В сторону Мамки Кинга Ну Не знаю Тяжело Ему Просто В этой Карте Посмотрите Просто На Клингс 2506 2506 2506 На Клингсе Он Просто В одиночку Эту игру Делает Просто В одиночку Ну Не знаю Undying Пока не реализован Уж Мало У него Предметов Их Нет Стики И ботинок Это не то Что Нужно Ну Талант На Там После смерти С него появится Тамба Что тоже Приятно Можно просто Поставить две тамбы Ну поставить одну Дикей накинуть Ультимейт Побегать Как-то И сразу погинуть Была вторая тамба С одной Будет справиться тяжело Поскольку Бласт Супернова Все это дело Работает хорошо Комбинирование Очень Очень неплохое Так Тини пока Без предметов Как таково Давайте посмотрим На Предметы Метеорхаммер Урна Транквилы Утрен протектора Здесь у Ванжевого Спирита Практически ничего нет Фантомлантер Уж очень богатый Варискинг Тоже имеет Артефакты Которые ему Нужны На данный момент И Клинкс Клинкс Просто богоподобен Ну а здесь Феникс С медалсом И вейлов Дискорда Манки кинг С алебардой Меллштормом И саблей Инвокер Шива Гост Мидас И спирит Весел Как бы Ему нужно еще Аганим Купить как минимум И тени Сабля Даггер Так Видят Видят Но Врескинг Не успел Использовать Блиндаггер Пошел Какой Еще и катаклизм Сверху залетает По всем Героям команды Траблмейкерс Погибает уже тени Реинкарнацию Выбили Погибает Манки кинг Решил подраться В наглую Против Клинкса Но не по шансам Не митера Тевтелька Ну как бы У кого как Феникс погибает Отправляется в таверну Клинкс Клинкс Без блэкенбара Выжигает его Ману инвокер Фантонансер Побежал дальше Есть ли инвокер Ах Пока нет у него Невидимости Гост Работает Хорошо Клинкс Пока в кулдауне У него Блаторный инвокер Будет погибать Долетает Последний удар Трипл килл И это ГГ скорее всего Поскольку Ни одного Бэйбэка Нету команды Да Это ГГ Это ГГ Друзья Там у нас Боты Полетели в чат Боты Всем привет Да И траблмейкерс Побеждают На данной карте